Друзья ангелов Друзья ангелов А что, если они победят? Дорогой дневник, через несколько часов этот мир перестанет существовать. Разрушив весы вета, Кэссиди и Кубрал начали собирать свои армии. Комета судьбы приближается к Земле. Она определит, кто станет победителем, ангелы или дьяволы, и проигравшие исчезнут навсегда. Раф, пойдем! Хорошо, подожди минутку. Мы не можем оставаться в стороне. Должно быть какое-то решение. Нужно просто знать, где искать. Мне нужны все книги по военной истории ангелов. И по истории дьяволов. Все книги? Все. Мне нужно изучить кодекс из вечной войны. А мне нужны книги по небесным переговорам, если вас не затруднит. Да хорошо. Дайте нам 10 минут. Они никогда не приходили все сразу. Точно конец света. Вот, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вот список книг, которые нам нужны. Мы первые. Наш список длиннее. Я уверена, что если мы изучим эти книги, то найдем решение проблемы. Проблемы? Ты называешь конец света проблемой? Спокойно, Кобирия. Ты знаешь, что она имела в виду? Нет, не знаю. И если честно, даже не знаю, с чего начинать. Да, нам нужно прочитать. Две тонны книжек. Но ты же съедаешь по 10 пицц каждый день. А что будет, если я ткну носом тебя в пиццу? Только попробуй. Это будет последняя пицца в твоей жизни. Микки, успокойся. Сядь. Газ, ты тоже. Нам нужно работать. Не надо мне напоминать. Ну-ка, Бири и Газ правы. Раф, с чего нам начинать? Ээээ... Не знаю. Весы и веты разрушены. Мы должны выяснить, каким образом можно остановить Кубрала и Кэссиди. И каким же? У тебя есть хоть какое-то воображение? Может быть, есть какой-то древний закон о перемирии, который обязателен для обеих сторон? Например, о том, что сначала они должны сшить новую униформу. Почему бы и нет? Всё, что угодно, лишь бы предотвратить катастрофу. У меня идея. Давайте разделим книги и разойдёмся. И пусть лучшие победят. Ты прав. Очень трудно сосредоточиться, когда над плечом нависают ангелочки. А в затылок дышат дьяволы. Я устала. Я больше не могу. Но ты прочла всего три страницы. Для меня это много. Разве ты не знал, что я не привыкла учиться? Кабирия, не венись. Подумай о своей подопечной. Сара Джейн? Она может пострадать? Ты шутишь? Если дьяволы исчезнут, её возьмут в оборот ангелы. Подумай об этом. Это просто ужасно. Она и так уже почти ангелочек. Кто знает, сколько ещё добрых дел она способна натворить. Ура, занятия закончились! Каникулы! Ура! Ребята, подождите. Пока вы не отправились на каникулы, возьмите своё задание на лето. Вы должны их выполнить до начала нового учебного года. Как можно задавать домашнюю работу на каникулы? Не переживай. Я знаю, кто её выполнит за нас. Сара Джейн, ты уезжаешь куда-нибудь на каникулы? Пока не знаю. Мне надо кое-что доделать. А тут ещё это новое задание. Ну, раз ты не уезжаешь, может, выполнишь мою домашнюю работу. И мою. И мою. Ну, я думала... И что мне теперь делать? Пора дать ей хороший совет. Молния! Активируй режим проецирования. Звуки, слова, предложения. Звенящий шёпот. Неясный крик. Говори то, что должен. Тебя услышат и поймут. Они твои друзья. Ты должна им помочь. А если нет? У меня должен быть выбор. Так что, сделаешь или нет? Ну, да. Не беспокойтесь. Конечно, я всё сделаю. Фантастика. Ну, до встречи. Увидимся в сентябре. Сара Джейн, ты слишком добрая. Нельзя позволять другим себя использовать. Ты права. Но я даже как-то не подумала. Я просто не могу отказать. В таком случае, может, ты и мою работу сделаешь? Пока. Мирко, как провёл каникулы? Ну, я путешествовал по Средиземному морю на своей яхте. А ты, наверное, провёл всё лето в гараже? Ой, ты догадливый. Спасибо, что спросил. Ребята, надеюсь, вы выполнили задание, которое я раздал перед каникулами? Конечно, выполнили. Всё в порядке. Мы занимались всё лето. Отлично. Сара Джейн, а где твоя работа? Я всё лето делала работы других, и на своё у меня не хватило времени. Но если я сознаюсь, у моих друзей будут неприятности. Какой позор. И это лучшая ученица класса? Ну да. Была. Сара Джейн, я удивлён и разочарован. Это катастрофа! Кабири? Что случилось? Ничего. Я размышляла. Но ты вся побелела. Может, она проголодалась? Всё в порядке. Успокойтесь. Давайте работать. Нам нужно спасти мир. Я ничего не понимаю. В этой книжке слишком много длинных и сложных слов. Я знаю, что это сложно, но мы должны продолжать поиски. Иначе всему конец. Ты в этом уверена? Ты о чём? Может быть, Лили будет лучше без меня? Что ты такое говоришь? Ведь это ты убедила её помочь Глории и Александру. Да. Она всё сделала правильно. Верно. Ты только представь, на что могла её подтолкнуть Кабале. Это было бы ужасно. Аликс, что ты делаешь сегодня днём? Может быть, встретимся? Лили, извини, у меня дела. Сейчас догадаюсь. Ты встречаешься с Глорией? Конечно. Я так и подумала. Нам с ней очень хорошо. Она такая милая и умная. Прекрасное сочетание, правда же? Да, конечно. Она такая. Ладно, пока. Кстати, о Глории. Привет. Я тут подумала, давай встретимся в воскресенье утром. Ты сказала, в воскресенье? Да, я знаю, что ты днём встречаешься с Александром. Но утром мы могли бы... Утром я тоже занята. А что ты делаешь? По утрам мы с Александром устраиваем пробежки в парке. Знаешь, хотим быть в форме. Вы что, всё время вместе? А что поделать? У нас любовь. Мне пора вмешаться. На сферату. Активируй режим проецирования. Звуки, слова, предложения. Звенящий шёпот, неясный крик. Говори то, что должен. Тебя услышат и поймут. Они всё время вместе. Для меня у них нет ни минуты. Значит, ты должна их разлучить. Ты их подружила, ты их и поссоришь. Наверное. Это неплохая идея. В конце концов, они сами напросились. Отлично сказано. Нет, это просто ужасно. Нет, это просто ужасно. Нет, это просто ужасно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok